Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим про кино, про вино. У нас приближаются новогодние праздники, будет много выходных. Конечно, в это время мы, как правило, смотрим фильмы соответствующей тематике. Периодически мы от них устаем. И вот чем можно разнообразить и скрасить свой досуг. Я вам расскажу, какие фильмы, с моей точки зрения, и вообще фильмы про вино заслуживают определенного внимания. Итак, в первую очередь это «Хороший год». Возможно, вы уже смотрели фильм, но с моей точки зрения, это тот фильм, который можно посмотреть несколько раз. И это тот фильм, который очень приятно посмотреть в близком семейном кругу. Фильм очень красивый. Там красивые актеры, там красивые пейзажи, там красиво абсолютно все. Но вино в этом фильме тоже занимает далеко не последнюю роль. Основные моменты, на которые я обратила внимание, там не только моменты виноделия. Там и моменты отношения и к вину, и к выращиванию винограда. Будет такой момент, когда маленький мальчик с дядей под дождем прогуливаются под зонтиком. А в это время винодел, вообще дело происходит во Франции. И во Франции винодел, это может быть наемный работник, но тот, кто делает вино, это хозяин с шато. И вот такой наемный работник, винодел, что-то делает с лозами, ухаживает там, может проламывает и в это время поет. По соседнему ряду, вот идут мальчик с дядей, и мальчик говорит, дядя, с какой стати дюфло поет лозом? На что дядя отвечает, видишь ли, Макс, земле нужны не только солнце и вода, земле нужна гармония. Вот насколько прочувствовано тонко именно отношение к винограду и к виноградной лозе. И еще одна такая, там много есть замечательных фраз про вино, но еще одна, которая заслуживает внимания практически в самом начале, тоже диалог дяди и его маленького племянника. И дядя говорит, Макс, знаешь, за что я люблю вино? А я люблю вино за то, что этот благородный нектар просто не умеет лгать. Ну, тоже такая замечательная фраза. Больше рассказывать ничего не буду, потому что это тот фильм, который следует посмотреть, который, я уверена, создаст вам хорошее настроение. Следующий фильм «Возвращение в Бургундию». Франция, пейзажи, виноградники, опять же, отношение к виноградникам. Но здесь, в отличие, например, от хорошего года, фильм несколько тяжеловат эмоционально. Трое детей, ну, уже взрослых, умирают родители, они наследуют этот виноградник. Там есть определенные проблемы с этим самым наследованием. Плюс один из братьев в свое время уехал из родного дома. Там идет выяснение семейных отношений. Ну и, конечно же, тоже вино. Вот тот момент, когда раньше принимали решение родители, да, отец, который держал этот виноградник, а теперь приходится решать все самим. И насколько это тяжело принимать уже решение самостоятельно, ну и вообще думать, что делать с этим виноградником. А замечательный есть момент, когда главные герои переносятся в детство. Вот культура. Я вам часто говорю про культуру винопотребления, вообще культуру вина. Ну, кто-то не может этого понятия принять. И вот там чудный момент. Вот эти герои, они маленькие, два брата и сестричка. И родители им выдают по бокалу вина. Правда, младшему говорят, ну, ты не пей, а ты пробуй пальчиком. И учат их пробовать и понимать вино. Вот дети пробуют, рассказывают, что они чувствуют. То есть для них это абсолютно нормально. И вот с детских лет, ну, конечно, там уже показывают не с пеленок, но с достаточно малого возраста идет приучение к этой культуре. Следующий фильм это «Шоковый эффект» или «Удар бутылкой». Скажу сразу, что я этот фильм смогла посмотреть только со второго раза. Ни в коем случае не смотреть его фоном. Нет, это тот фильм, который надо просто сесть, выделить время и посмотреть. Поначалу может казаться несколько занудным. Действия происходят в 1976 году. И действия разворачиваются вокруг небольшой американской винодельни, как вина из которой потом попадают на конкурс во Францию. И занимают там лидирующее место. Интересный момент в этом фильме, который вот, я считаю, всем начинающим виноделам стоит посмотреть. Вино уже разлито в бутылке, вино белое, шардоне, и вдруг оказывается, что оно потенело. А бутылок, чтоб вам не соврать, я не помню, но очень много. И владелец винодельни понимает, что все, все вино пропало. Ну, если бы оно еще было не разлито в бутылке, может быть, что-то можно было бы сделать. А так, ну, все, все, все пропало. И это вино отвозят на мусорку. Правда, его сын, такой, скажем так, очень ветреный молодой человек, берет одну бутылку и едет к какому-то там эксперту. И этот эксперт ему объясняет, что явление, вот такое потемнение, оно временное. И оно из-за того, что вино сделано не просто хорошо, а слишком хорошо. Из-за, по-моему, недостатка воздуха, вот у него может быть такое потемнение, которое буквально через некоторое время как бы придет в норму. Честно скажу, я пыталась найти объяснение этому эффекту. Но есть то, что я нашла реально как бы в научной литературе. Есть такое явление пинкинг. Когда белое вино становится розовым, ну, говорят о том, что это окисление. То есть вот этот момент в фильме, я не знаю, насколько он правдив. Но помните, да, что вся партия вина уехала на мусорку. А вот этот владелец виноделья, он возвращается на работу в офис, отдает секретарше руки в бутылку и говорит, «Послушай, в следующий раз, если не только взбредет в голову, еще раз попробовать сделать вино, вот ты мне покажи эту бутылку, чтобы я успокоился». В это время звонит сын, говорит, что все хорошо. Ну, на самом деле все хорошо, бутылки до мусорки. Не доехали, но для чего я вам акцентирую внимание на этом моменте. Мы домашние виноделы тоже иногда слишком торопимся, делать какие-то выводы, что-то поспешно с вином делать. Иногда стоит осадить коней, подождать, поискать какую-то информацию, и может оказаться не все так страшно. Ну, конечно, второй главный момент этого фильма, можно сказать, основной – это тот самый винный конкурс, где вина вот этого Шато-Монтелена, ну, так называлось, занимает лидирующие позиции. И это, кстати, не единственный случай в истории. Потом был конкурс «Реванш» через некоторое время, и там опять убедили американские вина и, в общем-то, сместили с пьедестала лидера вина французские. Следующий фильм с участием вина – это фильм «Прогулка в облаках». В главной роли Киану Ривз действие происходит после Второй мировой войны, когда солдат возвращается домой, по пути встречает девушку-мексиканку, которая оказывается беременной, и он предлагает помочь ей приехать к ее семье, представиться якобы женихом или уже мужем, ну, чтобы избежать позора, потому что семья такая достаточно консервативная. И вот они приезжают туда, там, конечно, много-много еще всяких других событий. Они приезжают в эту семью, и эта семья – они потомственные виноградари, виноделы, у них большие виноградники. Конечно, здесь все-таки фильм больше про отношения, про романтику. Красивые картинки, красивые актеры, красивые чувства, но тем не менее красивые виноградники. И тоже есть несколько таких, с моей точки зрения, как тоже человека близкого к винограду, заслуживающих внимания. Значит, это уже осень, близится время сбора урожая, и вот ночь, все спят, там большое такое поместье, и вдруг раздается звонок колокольчика. Главный герой подскакивает, спрашивает, что случилось. Девушка говорит, пошли-пошли скорее на улицу, заморозок. И вот вся эта большая семья, мужчины, женщины в ночнушках, вот только с постельки, значит, идет заморозок, и они идут спасать виноградник и спасать ягоду. Зажигают огни и ходят с такими крылышками, махают, гоняя теплый воздух. То есть вот насколько, да, важно для них, вот лоза, хороший урожай, хороший виноград. Ну, потом еще есть момент, когда урожай собирают, все это топчут в большой емкости, топчут ногами, и там тоже это прям целый-целый ритуал. То есть такое приятное зрелище, приятно на него посмотреть, ну и сам по себе очень легкий романтичный фильм, тоже для семейного просмотра, мне кажется, очень даже подойдет. Следующий фильм несколько спорный, фильм российского производства, «Южные ночи». Ну вот когда я его смотрела много лет назад, то у меня было несколько другое его восприятие, и я действительно принимала его как фильм про вино, посмотрев сейчас, ну немножечко, уже смотришь, ведь через призму опыта есть какие-то моменты, которые я считаю, с точки зрения режиссера, недоработанные, ну можно к этому не придираться. Фильм с романтикой, фильм с легким юмором, да, фильм про вино, где-то чуть-чуть недоработаны какие-то моменты, приятная музыка, там красивые пейзажи показаны, но еще есть одно но, фильм с достаточным печальным концом, и в общем-то показывает такую безысходность, показывает подлость, ну что тоже несколько стирает положительные эмоции от этого фильма, потому что, ну у нас и так в жизни, я сейчас выражаю свою точку зрения, достаточно много сложностей различных, и когда мы смотрим какие-то фильмы, ну хочется там надеяться на что-то лучшее, и на какой-то приятный финал, а не то, что нам покажут, что вот все, все плохо, все виноградники отобрали, они сгорели и так далее, ну в общем, тут уже вам надо подумать, стоит этот фильм смотреть или нет, потому что, ну если вы не любите вот такие вот фильмы, вы можете смотреть его, не стоит. еще один фильм, достаточно раскрученный, как фильм про вино, и в общем-то в любых рейтингах, таких тематических фильмах, он присутствует, но с моей точки зрения, вообще фильм очень спорный, фильм на обочине, много об этом фильме говорят, много его обсуждают, насколько я помню, хотя могу ошибаться, вроде он даже какие-то там кинопремии взял, ну с моей точки зрения, то есть я такие категории фильмов не люблю. Два неудачника друга, один там несостоявшийся писатель, у которого все везде плохо, везде плохо, и такой вот он занудный меланхолик, второй не совсем состоявшийся актер, где-то там чуть в рекламках снимается, но собирается жениться, и вот они едут в путешествие, скажем так, по винным местам, и там везде пробуют вино. Ну вино вот, вот тема вина, там они пробуют пинануар, ну так, чтобы тема этого напитка именно была раскрыта, не знаю, не особо я заметила больших каких-то взаимоотношений, какие-то поиски себя, поиски в себе, единственное, там есть такой коротенький монолог, одну из героинь, я как-то вам этот монолог зачитывала, она рассказывает, почему она любит петь вино, что она живое, что вот она в это время думает о том, как это все росло, как это все собиралось. На мой взгляд, это единственный момент во всем фильме, который заслуживает внимания. Все остальное, ну это такая вот нудистика неудачников. И, по крайней мере, второй раз этот фильм смотреть точно нет желания. Ну, решать вам, да. Может, кто-то увлекается такими вот фильмами, психологическими разборами, тогда да, можно и посмотреть. Еще два фильма, которые стоят особнячком от всего остального, просто потому что все, о чем я говорила прежде, это были фильмы художественные. Есть два фильма документальных. Я как-то их уже упоминала в своих видео, но расскажу еще раз. Значит, фильм Мандавина, он есть в сети, в свободном доступе на русском языке. А второй фильм от этих же режиссеров, называется Natural Resistance. Единственное, что он есть, по крайней мере, полгода назад я его находила исключительно на итальянском, с английскими субтитрами. То есть, вот кто английский знает, можно посмотреть. О чем эти фильмы? В общем-то, о винной индустрии, о том, что такое натуральное вина, о трудностях, с которыми сталкиваются виноделы. Ну, это стоит посмотреть. Не важно, к какой вы относитесь в категории виноделия, вы идете больше по натуральному пути, либо по конвенциональному, просто для общего развития эти фильмы, я считаю, посмотреть полезно и интересно. Ну, я с вами прощаюсь. Надеюсь, что мое видео немножко поможет вам разнообразить свое время. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Счет», ссылка на каталог наших сортов и награды, и мои контакты. И до новых встреч!